Ку-ку ёпта! Школьные пакости часть 5. Это как сериал Unreal Life в исполнении Рассина и его корешей одноклассников. Что было того, не измените. Откровенно, мне за некоторые свои поступки по сей день, сука, стыдно. Но пустая 13-летняя голова не смыслила, что творила, а душе хотелось веселья. И ещё раз повторяю, и пожалуй напомню, что я ни в коем случае не хотел бы, чтобы вы пошли, сука, по моим же стопам. Ведь я был сорви голова, которому вообще было плевать на окружение. Да и преподы зачастую меня просто, сука, вынуждали поступать с ними так, как я поступал. Ведь я руководствовался всегда одним отцовским правилом. Обидел? Да и, сука, сдачи. А игра, в которую я сейчас играю, War Thunder. Перейдя по ссылке в описании, ты получишь два подарка на выбор. А если ты с телефона получаешь подарок для мобилы от тех же разработчиков про космические танки в космосе. И как я и обещал сегодня на стриме сходка в игре War Thunder. Так что если ещё не успел зарегистрироваться, ссылка в описании, плюс бонусы, чувак. Готовьтесь, батя будет вас сукнагибать. Но это не точно. В общем, наверное, первое и самое зашкварное. В каждой школе есть препод, зацикленный на своих нравах и интересах, желаниях, хобби или политических убеждениях. Вот только иногда это доходило до абсурда. Что, собственно, было и в нашем случае. И наш класс, а точнее самые опасные пацаки, не могли не воспользоваться возможностью, чтобы подъебнуть препода над его умственной дистрофией. Честно, нам было глубоко поебать, какой там президент будет и что там вообще на политическом фронте происходит. Нам в 13-то годиков от роду куда интереснее было засматриваться на сраки старшеклассниц или угорать над преподами. Первые скуренные сишки за школой или проебанные уроки. Вот это класс. Тогда не было интернета, потому и не существовало диванных школьных аналитиков и профи во всех политических ситуациях. Понимаете? Я знал, как с пиздеть с корешами пару килограмм металла на свалке и купить жвачек. Но некоторые преподы навязывали нам свои политические убеждения и даже агитировали нас поддерживать оранжевого президента. В 13-то лет, блядь. Агрессия некоторых школьников, а точнее моя и моего кореша Сани доходила вообще до предела. И когда препод опять затеивал базар за политику на уроке, в ход шел жестокий троллинг в сторону выборов. Ха, Саня говорил, что поддерживает Януковича. Хотя ему-то 13 лет. Ха-ха-ха-ха. И начинал специально доказывать, что Янок это вообще заебись чувак. Ха-ха-ха. Что только при его власти мы начнем заебись жить, понимаете? Ха-ха-ха. Отчего срака препода воспламенялась, как фитиль, пропитанный керосином и горела так долго, что в порывах злости и обиды тот же историк захуярил Сане в дневник единиц по истории аж до конца, сука, учебного года. Да-да, не удивляйтесь. Я, кстати, скоро встречу Саню, и мы расскажем вам об этой истории и то, насколько абсурдными были поступки преподавателей, которые нас учили. Если раньше всем было на это похуй, то сейчас за политический базар в школе препода можно нахуй выперить со школы. Главное, запишите это на диктофон. Мой вам совет. А я, в свою очередь, прикалывался с препода по-своему. У этого же препода была привычка немного сплевывать слюни на уроке, делать вот так. Ха-ха-ха. И в мирное время его никто не трогал, но когда опять начинался базар за политику и президентов, я опускал в ход свое оружие. Бил его в самое больное место. Ха-ха-ха. И когда он в очередной раз плевывал и говорил, Вась, ты хури так мелочится, давай сразу так. Ха-ха-ха. 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 Короче, рофлил жестко, и после такого унижения зачастую меня и Саню выгоняли нахуй из класса. Ха-ха. Нам это только на руку было, ведь мы могли хотя бы отдохнуть от этого политического мозговыжигания. А за нашу месть преподу в ответ на его политический базар нам никто ничего не мог сказать, ведь все понимали, что правда на нашей стороне. Короче, с горя пополам мы доучились, и, к счастью, это один и, пожалуй, единственный косяк историка. В остальном же по истории он преподносил материал интересно, и в классе его относительно уважали. Хотя был еще один пиздец угарный случай, когда моя бабушка вломила ему пиздюлей. Ха-ха-ха. Бабушка. Обязательно расскажу эту историю на стриме, будете орать. И второй очень масштабный случай, когда наше поведение довело преподшу до крайностей. Хотя наша вина в этот раз тоже посредственная. Преподша зарубежной литературы была очень своенравственная личность. Ее дуже уборивало, шо пиздюки з нашего класса були настільки недисциплиновані. Ха-ха-ха. Мы с Ромой именно в ее классе очень часто делали базуку Андрюхе. Кто не в курсе, что такое базука, рассказываю. Это когда Рома берет меня на плечо моими же ногами, с разбега сбивает врага попаданием в грудь или голову. В ее классе мы, конечно, тоже молодцы, блядь. Мы реально поломали там шкафы, стульчики, одну парту. Там пол был побит настолько сильно, что казалось, там проходили, сука, военные действия. Ха-ха-ха. Пиздец, товарищи, какие же мы были просто отбитые. Учитывая слабохарактерность преподжа зарубежной литературы, мы просто могли устроить драку посреди урока в классе. Переворачивать парты или бросать стулья. Она часто срывалась на нас, но однажды, когда мы половиной класса устроили драку прямо во время урока, чаша ее терпения переполнилась. Она просто ушла из класса и мы охуели от того, что к такому нас жизнь не готовила. Ровно пять минут мы поблатовали, как тут открываются двери и заходят в класс зауч, директор, классуха и еще какая-то мамзель, точно не помню. И училка зарубежной литературы заявляет, что Я прямо с этого момента заявляю, что я отказываюсь учить этих идиотов. Бля. Или вы находите им нового преподавателя, или я ухожу со школы. Блядь. Ну, сами понимаете, как трудно найти преподавателя в деревенскую школу, к тому же для таких ебанутых, как мы. Потому было принято решение перевести нас к другому преподавателю, лишь бы сохранить училку на ее рабочем месте. Ох, ебать, каких же мы пиздюлей выгребали от классухи, это просто незабываемо. Но, тем не менее, с новой училкой у нас пошло не так уж гладко, но более плавно. Я даже уроки начал иногда учить, представляете? Хотя однажды ей кто-то в вазон насал. Но это не из нашего класса ребята были, но, сука, сразу подумали на нас. Автоматически. Но у нас было алиби. Почти целую неделю у нас не было уроков по зарубежной литературе, а соответственно в класс из наших к ней никто не приходил. А чтобы санины начало вонять, должны были пройти как минимум сутки или более. Короче, нас оправдали, но пидора с дырявым концом мы так и не нашли. И не забывайте про сходку в игре War Thunder сегодня вечерком. По ссылке в описании вас ждут подарки и мобильная игра про космические танки. Если ты с мобилы, не стесняйтесь. Жду вас сегодня вечером на стриме. И не забывайте ставить лайки на этот ролик, а то Расян старается и хочет видеть лайкос от братишки, который его так пристально смотрит. Как и всегда, соблюдаем традицию. 10 тысяч лайков и следующая школьная пакость на канале. Всех благ вам, друзья. Добра и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok